Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вот только что прочитал новость в телеграм-канале. Лидер французской партии, патриоты Флориан Филиппа, официально заявил, вот что. Значит, Макрон, неужели Макрон поймал Павла Дурова? Вопрос, пишет он. Газета Le Quenart Enchain, не знаю как, только что написала, что генеральный директор Телеграм сообщил полиции, ну то есть Дуров, что в тот вечер он планировал ужинать с кем? С Макроном. Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева, посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова. Мы требуем объяснения от Макрона. То есть, лидер французской партии, это официальное лицо патриоты Флориан Филиппа, заявляет на весь мир о том, что газета Le Quenart Enchainé, не знаю как правильно, написала о том, что Дуров сообщил полиции, ну у них же там тоже газет местных источники везде, что в тот вечер он планировал ужинать с Макроном. И действительно, друзья, если представить, если представить, слушайте, это довольно просто интересная ситуация. Говорили, что, может быть, девушка забронировала, может быть, он сам. Пытались развернуть самолет, но потом он полетел опять в Париж там, да? Что, может, он не знал, куда он летит, что пилоты, может, его там привезли. Но на самом деле тогда все становится понятным. В Азербайджане поговаривали, что он должен был встретиться с президентом России. Официальные лица, Песков в частности, говорят, что они не встретились. Ну, естественно, если бы они встретились, я думаю, что так же бы, наверное, встреча была бы приватной, конфиденциальной. И дальше он мог действительно полететь в Париж. Как мне кажется, это тогда объясняет все. Ведь вопрос был такой, что осторожный человек вдруг решает полететь туда, где он персон, он град, и, очевидно, он понимает, что его там схватят. Когда человек может полететь в столицу Франции, понимая, что его там могут схватить. Когда у него есть какие-то гарантии безопасности, очевидно, так? И эти гарантии безопасности кто может дать такого рода, на таком уровне? Первое лицо. Если, допустим, у него был согласован, или мы согласовали, или кто-то вышел на него и согласовал ужин с Макроном, и он действительно прилетел на ужин с Макроном, считая, что действительно у него будет ужин, и с этой девушкой, например, они должны были на самом деле, например, полететь из Азербайджана обратно в Арабские Эмираты, в Дубай, но так как был согласован ужин, и он решил полететь в Париж вот таким путем с Макроном на ужин, то, собственно говоря, все стоит на свои места, потому что тогда он прилетел, его приняли. Но это тогда как бы предательство, или как это называется? Мы говорили о роли этой девушки, возможно, пишут сами, что она там разведчица, еще кто-то, медовая ловушка, возможно, их просто романтические отношения, еще раз повторюсь, но по ее геометкам он-то улетал, там потом задним числом фотки выкладывал, где он был. А, значит, она ставила геометки, и можно было смотреть, где он находится, отслеживать его. Еще раз говорю, я ничего не утверждаю ни в коем случае, но она криптовалю... Криптоинвестор из Чертанова, которая приехала, собственно говоря, в Дубай, и потом случайно встретилась с Дуровым, отбила его у подруги беременной. Значит, и вы знаете, дело все в том, что она сейчас там находится, ее отпустили, она никуда не летит, телефона у нее нет. Очень мутная такая история, мне так кажется. Но, тем не менее, вот это интересная информация довольно-таки. Еще раз говорю, это многое объясняет в этом смысле, и они требуют объяснения от Макрона, то есть действительно ли это так. И Макрон пишет же, что он очень активно использует Телеграм, то есть он активный пользователь Телеграм. Естественно, он понимал, кто Дуров, когда они давали ему за особые заслуги, а это очень редко дается паспорт Франции, за особые заслуги, за вклад там особый в то и сё во Франции. И понятно, что это делается тоже с санкцией первого лица, такого рода подарок гражданства. Не удивлюсь, если они знакомы. Вот, поэтому довольно интересный момент тут. Такой даже пикантный, я бы сказал, момент. Ужин с президентом Франции. Для чего, о чем, что, да как. Ну, тут можно поразмыслить. Но вот первоначальная информация такая есть. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном, комментарий в описании к видео. Друзья, в сети блокировок, замедление Ютьюба, не поймешь, будет работать или нет, приглашаю вас на свой основной теперь уже канал Будда Гришна Новости как раз в Телеграм. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Буквально пару дней назад там вышло такое содержательное политическое видео с разбором геополитики. Вообще политические видео, там видео о политике выходит постоянно, которых здесь нет. Новости 24 на 7 с моими комментариями, какие-то мои личные фото и видео. Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, ну и не поймешь, что с Телеграмом будет, в связи с того, о чем мы говорим. А еще раз скажу, живем в такое время, когда, значит, что-то случается с соцсетями и мессенджерами, быстрее, чем ты на них подписываешься. Поэтому, если кто не хочет теряться, там внизу еще на ВКонтакте есть. Ссылка тоже может подписаться. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.